Привет, друзья! Я приветствую вас, драгоценные друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам и благодать умножится. Ну что ж, сегодня у нас прекрасный день, чтобы жить, чтобы славить имя Господа. Прекрасный день, чтобы начать или закончить его. У вас уже, наверное, заканчивается вечер уже, чтобы закончить его и прославить Иисуса Христа. Он достоин чести, он достоин поклонения, он достоин хвалы, он достоин. И мы сегодня славим мести Господа нашего Иисуса Христа. О, какой прекрасный день! Лариса Анатольевна, здравствуйте! Приветствую вас, дорогие друзья! Приветствую всех наших телезрителей, приветствую всех, кто смотрит нас в интернете. Благословения вам, драгоценные дети Божьи! Это прекрасные слова, которые сказал сейчас Максим. Славить Господа! Прославлять Иисуса! Знаете, не всегда мы, когда просыпаемся, можем сразу сказать «О, Господь, слава Тебе, слава Тебе!» Иногда мы просыпаемся с разным настроением. Мы об этом говорим, наверное, потому что мы недавно проснулись, у нас утро, а вы уже целый день бодрствуете. А мы сразу настроением проснулись или нет? Что? Мы сразу настроением проснулись? В плане? У меня хорошее настроение. У меня тоже. Настроение-то хорошее, я имею в виду слова, какие мы произносим. Произносим ли мы сразу слова словословия, хвалы или сразу погружаемся в дела? Ну, это у всех по-разному. Но то, что сейчас Максим сказал – славить Господа. И, конечно же, наш эфир, мы начнем с того, что начнем славить Господа, начнем поклоняться Ему, начнем молиться, взывать к нашему Небесному Отцу. И это хорошо, что мы вместе проводим время в этом общении, в общении Дом Веры. Если вы еще, дорогие телезрители, не подключились к этой общине, вы можете стать частью этого общения верующих людей. Кстати, сейчас, если вы смотрите нас со спутника, самое время, если у вас есть компьютер, взять компьютер и пройти на сайт домверы.ру. Ну, и начать смотреть нас через интернет. То есть, если вы будете нас смотреть через интернет, у вас будет качество в 10 раз лучше, чем с телевизора. И второе – вы сможете писать мне комментарии. Поэтому я буду очень-очень рад, очень рад, если у вас окажется вдруг такая возможность зайти на Дом Веры. У нас вообще там сформировалась такая дружная, радостная община. Я вот прямо сейчас пытаюсь смотреть, что там у нас написано. Вот, к нам уже подключились люди из разных стран. Татьяна Григорьева из Бишкека. Шалом, говорит. Эльвира из Новокомсомольска. Или Новомосковск, извините. Это в Украине где-то. Приветствует. Татьяна из Санкт-Петербурга. Лара из Греции. Из Риги, Таня. Дмитрий из Воронежа. Приветствую тебя, Дмитрий. Всех. Эльвиру приветствую. Юлю Сабакана. Ровно Украина. Дмитро. Витаю, Тоби. Нехай Господь благословит Тоби. Дякую. Всех приветствую. Лариса с Бершевы. Шалом тебе, дорогая сестра. Мир и благодать до умножства. Алина с Кременчуга. Говорят, что нет звука. Как нет звука? Вроде звук есть. Вроде все идет. Слышите ли вы меня? Видите ли? Напишите мне. Потому что кто-то написал, что нет звука. Может быть у вас там на компьютере звук выключен. Инесса с Бишкуля. Лариса из Украины. Слава, конечно же. Всех-всех приветствую. Наших друзей, наших партнеров, наших участников. Наших членов нашей дружной общины. И, конечно же, Татьяна из Мизури. И доброе утро вам тоже, дорогая. Всем благословений. Ну что, у нас вот такая дружная команда собралась. И мы готовы молиться. Мы готовы верить. Мы готовы и жаждем, и хотим, и ожидаем. И знаем, что у Бога все возможно. Дорогие друзья, как приятно, что такая вот община сформировалась у нас в таком большом пространстве с разных стран, с разных городов. Мы не знаем друг друга, не видим друг друга, но Господь соединил нас. И мы как семья частично уже, ну, хоть мы и на расстоянии, но можем делиться друг с другом. И я вижу иногда, как вы переписываетесь друг с другом, поддерживаете друг друга в молитве. И это большое-большое дело, что мы призваны поддерживать друг друга. И мы дети одного великого небесного отца. Мы не просто забытые какие-то земные жители, случайно оказавшиеся на планете Земля. Занесенные ветром. Занесенные сюда какими-то этим... Космическим ветром. Космическим ветром. Какими-то осколками, которые когда-то разорвались в космосе. Нет! Это так смешно, слышать такие заявления. Да, но... Сказочников много. Прикольно думать об этом. Но понимание того, что мы разумные существа, разумное творение Божие. И созданы по образу и подобию великого Бога, который все сотворил со смыслом. И он вложил этот глубокий смысл во все. Все мироздание говорит о его славе. Все структуры, все, что построено на земле, оно отражает замысел Божий, который он имел по отношению к человеку и по отношению к церкви. Ради церкви создано все. Ради сына его было создано все. И ради невесты Иисуса Христа, который он готовит, создано все. Все системы работают. Они не знают, почему они работают. Но они работают для того, чтобы формировалась прекрасная принцесса Божья, его невеста. Как это замечательно осознавать, что мы находимся в великом плане Божьего действия. Его замысел. И знаете, этот замысел, он нам раскрывает, раскрывает больше и больше год за годом. Церковь больше и больше узнает своего Господа, освобождается от таков, от рабского мышления, поднимается в свободе. И великое-великое пробуждение ожидает всех жителей земли. Я верю в это, потому что все Писание говорит, что... Ну что, помолимся, наверное. Дождь и будет. Такое длинное выступление. Давайте молиться. Много может усиленной молитвы. Аллилуйя. Алилуйя. Алилуйя прекрасно узнать тайны Божьи. И будем молиться. Дорогой Отец Небесный. Аллилуйя. Слава, слава. Дорогой Отец. Слава, слава, слава. Как это прекрасно иметь это откровение Твоей любви. Что Ты возлюбил нас с любовью вечной. Слава, слава, слава. Ты простер к нам свое благоволение, Отец. Ты возлюбил нас, Господь. И мы так дороги для Тебя. Каждый человек, каждый человек, Господь, дорог для Тебя. Боже, я благодарю Тебя, Отец Небесный. Слава, Отец. Что Ты открыл нам эту любовь через Сына Своего. Ты послал Сына, чтобы Он рассказал о Тебе. Чтобы Он показал Тебя, Отца Небесного. Твое сердце, Твою заботу, Твое внимание, Твое благословение, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Во имя Сына Твоего, Иисуса, мы превосносим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Царь Славы. Бог Могущества, Величия. Ты достоин, достоин принять всю хвалу и поклонение. Возвеличиваем Тебя, Господь. Слава, слава, слава Тебя. Иисус, Иисус, мы славим Тебя. Ты пришел в этот мир. Ты нашел нас, Господь. Ты возродил нас Словом Истины Твоей. Господь, мы благодарим нас Своими. Каждый человек дорог для Тебя, и мы славим Тебя. Господь, и наши уста не умолкнут славить Тебя. И сердце поклоняется Тебе, восхищаться Тобой. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот эфир. Господь, за каждого человека я благодарю Тебя. И прошу Тебя, Отец, изливай обильно свое благословение в каждого человека, Господь. Каждого брата и сестру, кто смотрит нас сейчас. Господь, а может быть, кто впервые подключился к этому каналу. Благослови, Отец. Изливается Твоя любовь и привлекает нас еще больше к Тебе. Во имя Иисуса. Господь, мы приходим к Тебе с благодарением и осознанием, что Ты Царь Вечности, Ты Бог, Ты Отец наш. Мы величаем Тебя и благословляем Твое Святое Имя. Благодарим Тебя, Господь, за милости Твои, за то, что Ты ведешь нас, выразумляешь нас, учишь нас, направляешь нас. Я благословляю, Господь, каждого человека, кто сейчас вместе со мной в этой молитве пред Тобой предстоит. Я прошу Тебя, Господи, благослови. Благослови, Господь, этих драгоценных людей. Благослови их судьбы. Во имя Иисуса Христа. Благословляем вас, драгоценные. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь. Аминь. Аминь. Мир вам, драгоценные. Я Максимов Максим. И Лариса Максимова. И в этом прямом эфире мы хотим с вами сегодня общаться на очень важную тему. Вместе мы изучаем Писание и каждый день здесь, находясь в этой студии, мы прославляем имя Господа. И, конечно же, приветствуем всех зрителей телеканала СНЛ и всех тех, кто смотрит нас через Дом Веры. Если вы еще не посещаете наш сайт и не являетесь членом нашей интернет-общины Дом Веры, то мы хотим сказать вам добро пожаловать. Община Дом Веры открыта для всех людей. Где бы вы ни находились, самое главное, чтобы у вас был доступ через интернет. И если у вас есть доступ через интернет, в любой момент, вот здесь написано Дом Веры, пройдите Дом Веры. Мы будем рады с вами оказаться вместе в эфире. Еще раз приветствую всех-всех людей, всех, кто смотрит меня сейчас по всему миру. Я вижу там, даже вот из Италии подключились, из Германии, из Украины, из России, из Казахстана подключились ребята, драгоценные мои, из Израиля вижу. Пусть Бог благословит их Прибалтики. Всех вам благословений. Благосподь да благословит вас. Сегодня у нас будет интересная тема. Прежде чем, Максим, ты ее озвучишь, я бы хотела задать вопрос тебе на эту тему. А я бы хотел уже местописание прочитать на эту тему. Вот, потому что мне очень интересен этот вопрос, о котором мы сегодня будем говорить. И это очень важный вопрос. Я считаю, что это очень важная составляющая в жизни каждого христианина. И вопрос заключается в следующем. Мы с вами, когда читаем книгу, Библию, она очень большая. У нее много-много книг. 66 книг. Синодальная Библия 66? Да. Неканонической, 7 и 7. И вопрос такой. Вот знаете, когда мы ее читаем, перелистываем, перелистываем. И вот мы подошли к самой последней книге. Откровение. Которая звучит по-гречески. Апокалипсис. И люди сегодня, особенно Голливуд, любят это слово. Они преподносят его в различных ракурсах. Пугающие вещи всегда привлекают. Пугающие вещи. Но на самом деле слово апокалипсис означает откровение. Это то, что Бог открыл для апостола Иоанна на острове Патмос. Что ожидает, что будет происходить с людьми и так далее. Но в то же самое время в этой книге отражается духовное состояние на земле, духовное состояние верующих людей. И вот мы читаем всю книгу. В ней 22 главы. И столько много событий. И уже в конце Новый Иерусалим сходит с неба. И вдруг апостол Иоанн завершает это послание словами Господа. Удивительные слова. И я хочу, Максим, тебе задать вопрос. Почему эти слова не вначале написаны? Прочитай, что нам написано. Я хочу заинтриговать вас. Что же, и вот мы открываем 17 стих. И 22 главы книги Откровения. Идет речь такая. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. И вдруг он говорит, жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни даром. Интересный вопрос. Вроде бы все раскрыто. Я так размышляла и думаю. Вроде бы все раскрыто. Уже все события описаны. Уже столько много слов сказано. Иисус дал учение. Апостолы написали нам послание. И вдруг мы встречаем жаждущий. Пусть приходит. Желающий пусть берет воду жизни даром. О какой жажде здесь идет речь? Почему акцент идет на жажду? Жаждущий пусть приходит. Последний день праздника. Был последний день праздника. Праздник уже подходит к концу. Все уже устали от праздника. И быстрее бы этот праздник прошел. Что происходит в последний день праздника? Все хотят домой Все хотят домой Что еще происходит? Все насытились Нажрались Наелись до упаду И что случилось в последний день праздника? Иисус встал и возгласил громким голосом Открываем седьмую главу Евангелия от Иоанна Седьмая глава Евангелия от Иоанна С 37 стиха Будьте, пожалуйста, любезны Евангелия от Иоанна, седьмая глава 37 стих Тот же Иоанн говорит Последний, там написано Докислав Последний же день Великий день праздника Стоял Иисус И Возгласил Он не сидел Он не разговаривал Он стоял Такие маленькие детали От Иоанна Думаю, что они помогут Возгласил Говоря Он просто прошептал и сказал ученикам Он сказал Кто жаждет, приходите Он стоял и возгласил Кто Жаждет Иди ко мне И пей Потрясающие слова Праздник подходит к концу Все наелись Все насытились И кто Жаждет Иди ко мне И пей И кто верует в меня У того Как сказано в Писании Из чрева Потекут реки Воды Живой Сие Сказал он О духе Которого имели Принять верующие В него Ибо еще Не было на них Духа Святого Потому что Иисус Не был Прославлен Когда мы смотрим На конец В конце Жаждущие Нагорную проповедь Нагорная проповедь Она вообще Алчущие Блаженные Первые слова Которые произнес Иисус Он сказал Блаженные Нищие Духом И дальше Блаженные Алчущие И жаждущие Праведности Не правда А праведности В оригинале Написано Блаженные Блаженные Счастливы Благословенные Благословенные Те люди Которые Хотят Жаждут И алчат И Вот Интересно Что все Начинается Начинается С жажды И заканчивается Жаждой Другими словами Жажда Это сродь Независимости От чего Мы зависим Мы зависим В первую очередь От воды Где вода моя Ты убрала ее Мы зависим От воды Ты знаешь Дорогая Что ты на 80% Состоишь Из воды Огурец Огурец На 90% Состоит Из воды Ты состоишь На 80% 10% Какая разница А как мы не похожи На огурец Огурец На 90% Мы на 80% Когда мы говорим Что От чего мы зависим В первую очередь Мы зависим Конечно От воздуха Во вторую очередь От воды Третью От еды Ну и конечно же Тепло И все остальное От потребления От потребления От потребления Вот основные Вещи Которые мы потребляем Мы потребляем Воздух Воду И пищу Каждый человек Чтобы пополнить Обезвоживание Такая интересная вещь Незаметно люди теряют Влагу Они теряют Становятся Исохшие Они незаметно Теряют влагу Мы теряем влагу Несколькими образами Когда мы В туалет По маленькому ходим Мы теряем влагу Когда мы потеем Мы теряем влагу И так же Основная часть влаги Когда мы ее теряем Мы ее теряем Когда дышим Когда мы дышим Разговариваем Мы теряем Большинство влаги Мы теряем Убери эту бутылку Она здесь Прямо перед камерой стоит Мы теряем Очень много влаги Когда мы Когда мы теряем влагу, мы высыхаем. Когда мы высыхаем, нам нужно восстановление. Человек не может долго жить без воды. Без пищи человек еще может подольше жить. Может долго пожить. Но без воды человек начинает... Вообще, сколько примерно человек живет без воды? Если он по-настоящему высыхает, все зависит от атмосферы. Если атмосфера сухая и жаркая, то он быстро высыхает. Если атмосфера не такая... Слабевает, падает. Если влажность повыше, он может подольше протянуть. Но недельку протянет без воды. Может быть, дней 10. Иисус обратил на это внимание. Он сказал о жажде. Он сказал в Нагорной проповеди «Блаженны нищие духом, блаженны жаждущие». И мы хотим сегодня поговорить об этой жажде. Мы понимаем хороший очень пример с водой, что мы состоим из воды. И нам необходима вода для того, чтобы наше тело было сочным, чтобы наша кожа не увидала, чтобы она не была сухой, чтобы все внутренние органы хорошо работали. Нам необходима вода. Иногда мы можем в процессе дня быта, мы забываем о воде. Мы бы чем-то заняты. Может быть, особой жажды не испытываем. Но окажись немножечко в более жестких обстоятельствах. Немножечко солнце припекло. Или, может быть, много человек говорил. Или еще что-то. Необходимо вода. А если человек болеет, какое-нибудь расстройство кишечника или рвота, извините меня, тогда обязательно врачи говорят, что нужно пить больше жидкости, восстанавливать этот баланс, необходимый в организме человека. Но что же имел в виду Иисус, говоря о воде? Говорил ли он просто о том, что нам нужна питьевая вода? Или он вкладывал в это какой-то огромный, большой смысл? И я думаю, что он вкладывал именно какой-то духовный смысл. И вот об этом мы хотим сегодня побольше поговорить. Обратить внимание, что говорит Писание. Мы с вами прочитали из книги Откровения, что жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И в последний день праздника Господь возгласил. И вот, Максим, когда ты стал говорить про то, что почему в последний день праздника, вот я никогда до этого момента об этом не задумывалась. Серьезно? Да. Только сейчас услышала? Да. Вещь какой. У тебя муж хороший. Ой, золотой. Нужно вот такие вещи обращать. Благословенный. Ну, последний день праздника, когда праздник на убыли. У праздника есть вступление, когда все встречаются, лед размораживается, апогей. И потом, когда есть пресыщение, усталость. И уже когда все наелись, напились. Праздник навеселились. И уже такое уже нужно идти домой. И вдруг Иисус встает в момент, когда жажды нет уже. Нету жажды. Мы наелись, мы напились, мы навеселились, мы натанцевались. Уже жажды нет, уже все, ничего не ходится. Уже ничего не ходится, ходится домой и все. И вдруг встает Иисус. И что ты говоришь? И что она кричит? Возгласил, все смотрят на него И он говорит Идите ко мне, жаждущие Нашел еще жаждущие Какие мы жаждущие? Пошли домой, родимые Мы уже все, хватит здесь Дети устали, все хотят домой И знаешь, мне это что напомнило Сразу же, когда ты это стал Говорить, я вдруг вспомнила Из книги откровения, из послания К церкви, к одной И это у нас Вадикийская, по-моему, церковь Какое место? Не холоден и горяч И там речь идет об этом же Это третья глава Ангелу Ладикийской церкви Напиши, и он перечисляет Знаю твои дела Ты не холоден, не горяч И 17 стих Ты говоришь, я богат Разбогател, а ни в чем Не имею нужды И ни в чем не имею Иисус обращается К церкви И это последняя церковь Которую он обращается В книге откровения Он говорит Ты считаешь, что ты богат Разбогател И ни в чем не имеешь нужду Очень похожая ситуация С праздником Наелся, напился, навеселился Насладился общением с друзьями И все Чувствуешь себя сытым И он говорит Стоп, но я А ты не знаешь Что ты несчастен Жалок и нищ И слеп и наг И так далее И дальше он дает советы И на празднике он сказал Жаждущие пусть приходят Так о чем же идет речь, дорогие Очень часто сегодня В наших христианских жизнях В нашем христианском хождении Хочу спросить вас, дорогие друзья Как давно вы ходите в церковь Как давно вы знаете Иисуса Христа Может быть вы много лет знаете Может быть не так давно Может быть вы уже много раз Прочитали Библию А может быть нет И хочу спросить Есть ли в вашем сердце Это состояние жажды Состояние жажды Господь очень высоко ценит И его желание, чтобы в сердце человека Было в этом состоянии жажды Жажды Блаженны нищие духом Как каждый день нам необходимо питание И нам необходима вода Так каждый день нам необходим наш Господь Знаешь, вот жажда сродни зависимости То есть это как одна из форм зависимости Мы зависим от этого, да? И мы должны восполнять Но когда смотришь на алкашей Вот знаешь, хотя вот они ужасно себя ведут И все делают ради своего пойла Но посмотри, какие они посвященные люди Он с утра встает, ему все плохо У него все не то Для него пузырь водка Это Бог И он все Он просто посвященный человек Он сразу же идет Идет по улицам Ищет Ищет общение Он ищет других жаждущих Они собираются вместе с жаждущим Они ячейку сразу создают Домашнюю группу создают Они начинают договариваться Начинают искать друг друга Они видят друг друга издалека Они ходят эти бутылки какие-то собирают Опустошенные Они, знаешь, это состояние пустошения Они приносят жертв Пожертвования собирают То есть они начинают читать Сколько у тебя насчитают И вот они Они собирают И вот они идут в магазины И покупают пузырек Аккуратненько кладут за пазуху И втроем идут И вот они садятся На газетку где-нибудь На каких-то коробках Или на бревнышках Я не знаю, что они там собираются И вот они садятся И вот этот момент Настроение приподнятое Знаешь, жажда И они открывают Прославление потом скоро начнется Уже песни пойдут Чуть позже, чуть позже Сейчас они все еще В стадии разогрева, подготовки И они так потираются Настроение Ну давай, давай, давай Наливают и всем честно разливают Так рассказываешь, как будто ты сам в этом был Я ни разу не был Я по Станиславскому роль вхожу И их боженька Их согревает внутри Они чувствуют уже Они соединились со своим богом Этим пузырем, водкой И он распространяется Они чувствуют, как он заполняет их Как они Их меняется настроение Вдруг Вдруг один начинает петь Ах, мороз, мороз Второй подхватывает А третий кричит степь да степь кругом Начинает петь У них уходит стеснение Если ты чего-то жаждешь Вот ты чего-то жаждешь В Писании сказано про лань Как лань Спешит У нас песня такая Словно лань Спешит к воде Жаждет Так душа моя Тебя ждет Вообще К чему-то стремиться Вот если посмотрите на людей Когда они к чему-то стремятся Вот если человек К чему-то стремится Когда Если у тебя стремление есть Жажда Ты очень хорошо Это состояние жажды По отношению К алкогольным напиткам Не только Если ты стремишься Например Ты в туалет хочешь И вот Ты поймала это Где-то на улице И ты Все силы сжал И стремишься Знаете Человек который хочет в туалет У него нет никаких преград Ему Его Ничто не останавливает Если ему говорят Он говорит Пустите меня Он требует У него нет ни стыда Ни каких Ни комплексов Никаких комплексов Он стремится Как лань А если он находится В другой стране То он вдруг начинает Вспоминать все слова Которые Заговорит на любом языке Будет показывать жесты Просто наверное Мы испытывали такое И когда И когда вот Когда тебя придавило Тогда все Ты несешься У тебя нет никаких ограничений Если Есть жажда Вообще Богозависимость Есть алкогольезависимость Наркотикозависимость Богозависимость Зависеть от Бога Жажда Вкусивший Бога Вы хотите вкусить его снова И снова И снова И снова Жажда И вот это очень хорошее состояние Когда человек Когда человек Не удовлетворяется тем Что он достиг В духовной жизни Но он хочет Большего И тогда Слово Божье Говорит нам Что на жаждущее Господь будет Изливать Когда земля Потрескавшаяся Она жаждет воды Когда долго Нету дождя Вся природа Она начинает Быть желтой Жухлой Почва Вы знаете Это состояние И как Как хочет Это природа воды Как она жаждет Этой воды Проливание Этого дождя Точно так же Наши души Наши сердца Когда мы Долгое время Не приходим К нашему Господу Когда мы Чувствуем себя Что я все знаю Знаете Очень много христиан Сегодня Ой-ой-ой-ой Как много их Которые говорят Я все знаю Я все знаю Я читаю Библию Я пащусь Я хожу в церковь Я приношу десятину У меня даже Уже место есть свое В церкви И что вы еще От меня хотите Что вы от меня требуете И вот знаешь В Торе Твоему Твоему комментарию Андрей с Владивостока Сейчас пишет Отчего угасает В людях Такой вопрос Это божественная жажда И они перестают Ее испытывать Андрей с Владивостока Спрашивает Ответь-ка на вопрос Человеку из Владивостока Там сейчас ночь глубокая Андрей И дорогие друзья И Андрей в том числе Я думаю Что жажда Знаете Она угасает По многим причинам Одна из причин Это суета Когда мы Очень сильно Вовлекаемся В суетную жизнь Которая передана нам От отцов Как пишет апостол Петр То есть Когда суета Начинает поглощать И заботы Века сего О чем говорил Иисус В своей притче Про почву То есть Заботы века сего То есть Очень много вопросов Которые нам нужно решить И мы переключаем фокус С Бога На решение этих вопросов Мы говорим Да Господь Ты со мной Ты внутри меня Ты благословляешь меня У меня есть Библия У меня есть церковь Я вот это Вот это делаю Но мне нужно решать Жизненные вопросы И мы начинаем Эти жизненные вопросы Решать Нам нужна работа Жилье Питание Автомобиль Поездки какие-то Образование детей Одно Другое Третье Четвертое И знаете Столько много всего Накапливается Я иногда задумаюсь Думаю Как в наш 21 век Когда столько технологий Да Но вы посмотрите Как молодежь сегодня Ездит Мы уже тоже сами Взрослые Мы не можем уже Без сотовых телефонов Без смартфонов Называй правильно Девайс Без девайсов Они говорят девайсы Девайсы? Да Ух ты Это вот это все Девайс Девайс Планшеты Телефоны Гаджеты Ты отстала от жизни Гаджеты Гаджеты уже прошло По-моему девайсы Азарт перебел И вот Постоянно Чем-то заняты Какие-то смски Пишут друг другу Какие-то фотографии Селфи Себя сфотографируют Тут же отсылают То что ты кушаешь Сфотографировали Отослали Посмотрите Как переключается фокус Человек постоянно Постоянно занят Ему никогда подумать Глубоко погрузиться в себя Поразмыслить О каких-то планах О каких-то целях Поразмыслить О господи Я не осуждаю никого Я просто описываю ситуацию В которой мы живем И вот эта вот суета Она как бы поглощает И человек всегда занят Он всегда при деле И он не чувствует Что он бесполезно проводит время Что у него чего-то не хватает Вот И поэтому это состояние Удовлетворенности приходит Сытости 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 У меня все есть Ожиревшие сердца Знаешь, еще даже Наверное, с этим приходит лень Вот очень много Большое такое Ну да То, что в человеке присутствует Хорошо Вот здесь меня спрашивают Я смотрю Хорошо Значит, нужно принести Дисциплину и порядок И заставить себя читать Библию Или как жажду воскресить То есть Катя из Эстонии Говорит, что нужно порядок Или что Если жажды нету Хорошо, вот представь Жажды нету Я просто вспоминаю У меня было такое состояние Жажды нету Что нужно делать У меня не было жажды Я ходила на собрание Думала, что одно и то же Я каждый день слышу Ну, каждое воскресенье Слышу в церкви Я уже все это знаю Я знаю Писание Это было, не знаю, на каком году На пятнадцатом, может быть, году Моего хождения в Боге И я поняла, что у меня пропала жажда Вдруг внутри меня Дух Святой Знаете, Дух Святой Слава Господу за Духа Святого Он пребывает внутри нас И Он в нас производит это желание и хотение Бог производит в нас желание и хотение Вот этот импульс Он пробивается внутри нас Господь к нам стучится Кстати, когда в Ладикийской церкви Пишется послание Там написано Господь стоит у двери и стучит Он не отпускает нас Он продолжает стучать Он не навязывается Он не вторгается в нашу жизнь Он стучит Кто откроет Ему К тому Он говорит Я зайду к тому и вечерю сотворю То есть Он начинает нас побуждать Побуждать Через проповедь Через внутренние свидетельства Через разговоры с другими людьми Дух Святой Он разными обстоятельствами стучится к нам И говорит Бог говорит о том, что я здесь Обратись ко мне Жаждущий Будь жаждущим И я вот Противоделюсь своим опытом Я осознав себя, что я попала в состояние стытости Я стала внутри себя взывать к Богу Я не хотела взывать к Богу Но я просто с сухими словами говорила Господь Я потеряла Я просто опубликовала эту проблему Высказала ее вслух В молитве перед Богом Я сказала Бог Я потеряла жажду Мне уже ничего не хочется Помоги мне Возбуди Верни мне эту жажду У меня нет интереса читать Библию У меня нет интереса ходить на собрания Мне как бы все достало Наскучило Господь Побуди мое сердце Я прямо так и молилась И знаете Прошло не очень длинное время И вдруг мне эта жажда начала пробуждаться Это было удивительно То есть это Дух Святой Удивительный Дух Святой Духовное состояние Начинает производить Да И именно стремление к духовным вещам Чтобы я стала опять с интересом Читать Библию Опять стала обращаться к Нему Какая-то жизнь Внутри стала приходить И вот это вот Новое воскресение Желание нового Желание свежести Вот это состояние Господь говорит Чтобы оно было у нас Чтобы мы не просещались Поэтому есть местописание Которое говорит Остановитесь на путях ваших И рассмотритесь Не на опасном ли вы пути То есть иногда Нам надо делать остановки Внутри себя И размышлять Господь А правильная ли я позиция перед тобой Может быть Что-то ты хочешь изменить Внутри меня Ты хочешь мне дать большую жажду Ты хочешь Меня повести на новый уровень Новый уровень познания тебя Господь Новый уровень погружения в тебя Потому что Бог наш Он бесконечный Он безграничный Мы несовершенны Мы не достигли совершенства Чтобы так говорить Увидеть себя Что я несовершенный Мне вот этого Вот этого Ой, мне много чего не хватает Внутри себя Не то, что завладеть чем-то Не быть этим Как их Пожирателем Потребителем Потребитель Что на материальные вещи Только распространялось Чтобы это Это прежде всего Распространяется на внутреннее Внутреннюю жажду По самому Богу Наш Бог бесконечный Знаете, он создал нас По образу и подобию своему И внутри он вложил Вот эту пустоту В каждом человеке Есть пустота Которую человек Хочет заполнить Да И многие люди не знают Чем ее заполнить Они увлекаются Мирской жизнью Музыкой Какими-то делами То есть Это становится их Богом Ты сегодня говорил Пример про алкоголь Многие заглушают Вот этот голос Нутренней жажды Алкоголем Наркотиками Человек хочет Иметь счастье Хочет иметь удовлетворение Кайф Но не имеет его И он начинает заглушать Кто делами Кто бизнесом Погружается в бизнес Кто-то в распутство уходит Прелюбодеяние Блуд Потому что считает Другими словами Они пытаются Заменить жажду Чем-то другим Залить ее Заглушить жажду У каждого человека Есть внутри настоящая жажда То есть Жажда Которая внутри тебя Заложена Богом Если у тебя Нету Господа В твоем сердце Тогда у тебя Действительно возникает Жажда Настоящая жажда И ты не имеешь Не имея Бога Ты не знаешь Куда тебе дальше двигаться Ты не знаешь Как тебе дальше жить Потому что Внутри Есть вот место для Бога Если оно не заполнено Богом Тогда плохо И человек пытается Заменить пустоту Чем-нибудь залить Или водкой Или делами Или бизнесом Он занимается активно Или материализмом Любыми другими богами Хочет человек или нет Кто-то мистицизмом Кто-то начинает Относиться с проклятиями Говорит о проклятие Проклятие Кто-то чем-то Пустоту пытается забить А в действительности Необходимо Чтобы между вами И Богом Возник канал связи И Господь даст тебе Пить воду Кто будет пить воду мою Тот не возжаждет опять Сказал Иисус Нагорные проповеди Помнишь? Да И в 6 главе Вот Евангелие от Иоанна 6 глава Не в Нагорной А блуднице Он сказал Кто будет пить воду мою Тот не возжаждет опять Да Это по-моему 4 главе 14 стих Сейчас я открою это Кто будет пить воду Которую я дам ему Это 4 глава 14 стих Да Евангелие от Иоанна Кто будет пить воду Которую я дам ему Тот не будет жаждать вовек Но вода Которую я дам ему Сделается в нем Генератором Воды Текущей в жизнь Вечную Вау Потрясающе Посмотрите что происходит Настоящая жажда Вы получаете Восполнение Настоящей жажды Когда Вы приходите к Богу Все остальное Это не настоящая жажда Теперь Если из вас Потекли реки воды Живой Вы стали генератором Вы стали Источником Откуда начинается Движение Духа Святого Иисус говорит здесь О Духе Святом Который должен прийти В вашу жизнь Так что Не жаждать опять Нет В действительности жаждать Но жаждать Бога Ревность по Богу По Дому Божьему Ревность по отделу Божьему Ревность по отношениям с Богом Должна быть в каждом из нас Реки воды живой И Иисус говорил о реках воды живой Которая текет изнутри Человеческого духа Из человеческого сердца В том случае Если оно наполнено Господом И эти реки Они имеют способность Пересыхать Вот Поэтому Поэтому это нескончаемое Вот такое восполнение В Господе Самим Богом Жизнь и питание У нас время уже Покует Сегодня с вами был Максим и Лариса И мы сейчас помолимся И благословим вас Господь Я хочу помолиться за вас Дорогие Если вы потеряли жажду Дорогие Это так классно Иметь эту жажду Когда вы жаждете Вы будете всегда искать Господа Аминь Наполняться им И давайте помолимся Об этой жажде Во имя Иисуса Отец Небесный Господь благослови Во имя Иисуса Христа Я прошу тебя Отец Благослови Каждого дорогого человека Во имя Иисуса Христа Господь в это последнее время Господь Ты говоришь Жаждущий Пусть берет воду жизни Даром Ты всегда даешь нам Эту воду жизни Если мы жаждем Я прошу Молюсь за каждого человека Кто утратил эту жажду Господь Боже Благослови Пусть эта жажда Вновь придет В сердце твоих детей Твоих последователей Господь Благослови Чтобы это страстное желание Познание тебя Соединение с тобой Хождение в тебе Господь Пришло в сердца Твоих сыновей и дочерей Я благословляю Каждого человека Господь Пусть у них откроется Этот источник жажды Господь Во имя Иисуса Христа Господь Я говорю Благословение над каждым человеком Я благословляю вас Именем Иисуса Христа Да пребудет с вами Господь Да направит вас Господь Да восполнит Господь Вашу внутреннюю жажду Да откроет источники Вашей жизни Да изольет от Духа своего Благословляем вас Именем Иисуса Христа Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да презрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир И все скажем Шалом Шалом Аминь Аминь Сегодня с вами был Максим И мы Максимовы Благословляем вас Именем Иисуса Христа У нас остаются последние Несколько секунд И я хочу сказать Спасибо вам за партнерство За участие И это такая партнерская минутка Все партнеры Кто серьезно относится Сегодня мне написала одна женщина Говорит Вы знаете Я вижу что вы делаете Божье дело Распространяете Евангелие По всему земному шару И поэтому я хочу Служить десятинами В доме веры И благословлять вас Я очень благодарен Нашим партнерам Кто принимает активное участие И служит В действительности Пусть Евангелие проповедуется До краев земли И я хочу увидеть Всех людей спасенных Мы не можем всех обратить К Христу Но все Кому мы сможем забрать Мы это сделаем вместе с вами На экране вы видите Наш сайт Сеннелл.тв Пройдите И сделайте прямо сейчас Ваше добровольное пожертвование Или пройдите На gofundme.com Слэш благо И вы можете там поддержать нас Да благословит вас Господь Спасибо вам за вашу поддержку Пусть его слава Наполняет всю землю Мы ценим Любим И благословляем вас Во имя Иисуса Христа Встретимся завтра На том же месте В тот же час В прямом эфире Держитесь за Господа И у вас все получит Блаженны Придите ко мне Все алчащие И жаждущие Иисус говорит эти слова Хранит вас Господь Всем пока Пока Любим вас До свидания Дорогие друзья А сейчас вы можете пройти На мой YouTube канал Максим Сиенел И посмотреть Эти и другие проповеди Спасибо за ваше внимание И за ваше участие Субтитры сделал DimaTorzok